Ваня с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступят. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Добрый день. Всех поздравляем с понедельником, с началом такой полноценной рабочей недели. И программа «Добро пожаловаться» с нами на прямой связи. Председатель кооператива «Бака-2» Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И я напоминаю о возможностях, средствах связи задать ваши вопросы. Вопросы, которые касаются коммунальных всевозможных проблем. И каждый раз, даже иногда в прямом эфире оказывают даже помощь. Айвер Гонтарев, я надеюсь, я не знаю, присоединится к нам сегодня или нет. Но, во всяком случае, здесь все тогда замечательно. Тоже руководитель, бывший руководитель Ригас-Наму Парвалнекс и специалист по коммунальным службам. Мы напоминаем телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И уже у нас начинаются звонки с вопросами. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. В продолжении темы о спиловании деревьев, кустов, эту работу РНП включает в план капремонта без согласия жильцов. Напрашиваются два вопроса к Сидоркину. Первое. Вы тоже эти работы включаете в план капремонта? Или же у вас предусмотрены иначе в статье о финансовых расходах? Второе. Имеет ли право РНП включать эти работы в план капремонта? Спасибо за внимание. Спасибо. Я только напомню, Сергей Сидорко. Фамилия правильно говорим в прямом эфире. И я напоминаю, что можно еще писать на номер 2-3-0-6-1-9-1. Спасибо большое. Ответ очень простой. Это зависит от условий финансирования. Как правило, эти работы оплачиваются из... поскольку они не являются регулярными, то есть которые можно предусмотреть заранее, то они оплачиваются из фонда накопления. Поэтому включение в план управления или в план капитального ремонта вполне обосновано. Это первое. Второе. Ваше согласие или несогласие? Управляющий, если видит необходимость чего-либо, обязан включить в план. Он это обязан. А вы вправе отказаться, но при этом, если вы отказываетесь, то вы берете всю ответственность на себя. То есть если вы подпишетесь, не пилить дерево, а после этого оно упадет на машины чьи-то, то те, кто примут такое решение, будут и отвечать финансово за последствия своего решения. Вот и все. То есть нужно учитывать все возможные риски и последствия, если... Ну, нужно вообще учитывать, что если вы вообще на эмоциях отказываетесь от предложения управляющего, то вся ответственность за принятое решение переходит на собственную корпорацию. И они отвечают дальше за последствия любые. Отказ от ремонта труб, крыши, не знаю, заделать яму на дороге. Все это потом последствия могут обернуться против собственной корпорации. А часто ли все-таки выступает именно домоуправление с такой инициативой? Или, ну вот, если в случае, когда, например, домоуправление просто, ну, как бы, не проявляет никакой инициативы, все зависит только от собственников. Если они не позаботились, то могут быть проблемы. Ну, не знаю, может быть и такое бывает. Но, как правило, цепочка работает так. С одной стороны, домоуправление совершает или должно совершать ежегодный осмотр территории и так далее, и зеленых насаждений. Это предусмотрено правилам и кабинетам министров. С одной стороны. С другой стороны, чаще всего недовольство зелеными насаждениями высказывают сами собственные. Есть люди, которым они мешают или которые считают, что это насаждение опасно. В этом случае поступает информация к управляющим, и он обязан провести соответствующую процедуру по оценке, насколько это подозрение обосновано. И если обосновано, то включить в план и устранить опасность. Такая ситуация. Затенение окон. Вот ведь понятно, что деревья растут, и вот еще год назад, например, там дерево не мешало, а вот год спустя жители начинают жаловаться, что затеняет им. Для этого есть специальная служба арбаристов. Они приезжают, делают оценки, сравнивают влияние зеленых насаждений на дома и, соответственно, предлагают план действий. Либо полностью уничтожить это насаждение, либо ему обрезаются ветки и так далее. То есть, там довольно широкий спектр того, что можно сделать и нужно. А если говорить вот про зеленые насаждения, увеличение или уменьшение площади зеленых насаждений, от кого зависит? Ну, мало ли, вот могут возникнуть ситуации, что требуются дополнительные стояночные места и хотели бы уменьшить зеленые насаждения, или наоборот, хотели бы увеличить площадь зеленых насаждений, чтобы... В любом случае нужно делать план благоустройства и утверждать. Это такой же проект, как и проект на утепление дома и так далее. То есть, на прилегающей территории разрабатывается, специальными архитекторами разрабатывается план благоустройства, куда включаются мероприятия, по озеленению и дальше все. Затем, как этот план, кто его утверждает и какие инстанции проходят? Через Бувалды. То есть, Бувалды может утвердить, может не утвердить, или какие там могут быть подводные камни? Ну, как правило, оно утверждает, потому что Бувалды проверяют на сколько обоснованно принимаются там все эти решения, и после юридической стороны, и технической стороны смотрят. Обычно, если делать нормальную архитектору, проблем не возникает. Но мы говорим про идеальный сейчас вариант, когда собственникам квартир принадлежит и земля у дома. А если это, например, РНП обслуживает? То же самое. Тоже самое могу добавить к сказанной Сергею о том, что есть условия по застройке города, там выделяется, сколько для зоны застройок, сколько должна быть зеленая зона, сколько должны быть автостоянки. Это один из факторов, которые будет проверять Бувалды. Потом, например, есть там, вот, я услышал вопрос, можно ли поставить стоянку вместо зеленой зоны. Это как раз-таки эти критерии будут сравниваться. И плюс нужно брать во внимание, если вы захотите поставить там стоянку, это нужно будет делать на основании татографического плана, чтобы понять, есть ли там под этим местом какого-то рода коммуникации. Тогда еще нужно будет согласование от держателей тех коммуникаций, которые находятся под этим участком. Такой нюанс тоже. А есть ли нюанс, вот, собственник земли, ну, вот, какой-то землевладелец? То есть здесь кто это? Тогда просто с ним нужно согласовать это, вот и все. Ну, обычно землевладельцы не сопротивляются этому, поскольку 99% землевладельцев на данный момент оплачивается арендная плата, так что они не должны быть против. И я не знаю, есть ли у Сергея какой-то негативный опыт с сотрудничеством землевладельцев, но у меня нет, у меня как бы все обо всем всегда могли договорить. Я могу сказать так. Оно либо есть, это сотрудничество, либо нет. Ну да, или нет. Потому что у нас есть принципиальный земельный барон, который принципиально вообще не разговаривает. Он только с небес спускает директивы. Ну, то есть в этом случае коммуникация... Ну, если коммуникации нету, дело в том, что в любом случае такого рода проекты должны быть утверждены или согласованы с собственником земли. Либо это коллективно собственники приватизированного этого земельного участка, либо это третье лицо собственника земли. Если с ним контакта нет, то, конечно, ничего. Ну, просто я к тому, что здесь, чтобы не поставить телегу впереди лошади, то есть получается, что лучше связаться с собственником земли до того, как расходовать деньги на план благоустройства, то есть чтобы это не получилось. Естественно. Естественно. Сначала нужно выяснить, будет ли он согласен, и тогда... Потому что и внести план благоустройства может только собственник земли. То есть он может дать полномочия вашему проектировщику представлять, но здесь все эти действия должен делать собственник земли, от имени собственника земли. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Принимаем ваши звонки. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Господин Федорко, а вот скажите, пожалуйста, в каком виде вот это согласие должно быть? Там у нотариуса заверено или просто мы как-то мы пишем заявление, и он там свою подпись ставит. Потому что есть, к сожалению, такой один упорный, который даже знак, что там вот хотим свой двор защитить, не разрешает поставить. Вот как это согласие должно быть? Как оно должно быть опорно? Спасибо. Наверное, подпись. Наверное, подпись, физическая подпись или электронная, или надежная электронная. Другого варианта я не знаю. Нотариусу вряд ли в этой ситуации нужно иметь его подпись. Согласование. А если действительно, ну вот тут касается вопроса жильцы, если на хозяйской земле, мы, по-моему, уже проговаривали эту тему, но, наверное, чтобы уже так полностью осветить вопрос. Жильцы, если станет дом на хозяйской земле, хотят ограничить доступ чужих машин во двор, ну или как на участок перед домом, что им нужно для этого сделать, чтобы поставить какой-то запретительный знак, там шлагбаум, не знаю. Нужно согласие собственника земли, неважно, это будут сами собственники квартиры или это будет третье лицо, и нужно разработать проект лицензированного инженера, там есть специальные специалисты, которые имеют право на разработку проекта по установке знаков, после этого эти знаки согласовываются в инспекции дорожного движения, точнее в министерстве сообщения. И после этого эти знаки устанавливаются. Процедура достаточно простая, должно быть решение собственника земли, поскольку единственное, он отвечает за организацию движения в своем земельном участке. И плюс разработанный и утвержденный проект, который регистрируется и в министерстве путей сообщения, и в муниципальной полиции. Я напомню, что можно как звонить 67212-9399, 67213-9399, так и писать в WhatsApp 2-300-6191. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Извините, повторно, попутно вот этот вопрос. А господин Федорко, вы можете сказать, сколько примерно это стоит? Потому что все заглазования, как знаем, стоят деньги. Примерно сколько это может стоить для одного знака, скажем, поставить? Спасибо. Спасибо. Это сотни. Это не тысячи, это сотни. Проект примерно стоит, насколько я знаю, до 150 евро. Каждый знак где-то до 120 евро. Ну, изготовление и установление. Ну, примерно так. То есть, если это даже дом получается многоквартирный, это не будет особо… Это незначительный месяц. Ну, а с другой стороны, действительно, выгода этого, особенно для тех, кто мучается и нет места на парковке, будет весьма и весьма ощутимая. Да, ну и, может быть, какие сейчас самые главные темы, проблемы, с которыми могут столкнуться многоквартирные дома, учитывая сейчас наступающий зимний период, что такого актуального, что можно было бы посоветовать, на что обратить внимание? Платить в свое время. Все, что я могу посоветовать. Потому что ожидается, что счета будут достаточно высокими, и поэтому попасть в эту долговую кабалу будет относительно легко. Больше следующий вопрос – это очень внимательно относиться к тому, как вы пользуетесь теплом. Все-таки посмотреть, все ли окна и двери в помещениях вашего общего пользования у вас в порядке, в квартире в порядке, это или нет, если еще есть возможность каким-то образом это утеплить, привести в порядок. Потому что утечки тепла в этом году будут, ну, очень болезненно отражаться. предупреждают вот о том, что могут начаться такие серьезные снегопады, во всяком случае, такие вот прогнозы синоптиков. А между тем мы видим, из-за вот строгих достаточно правил с вакцинированием могут в работу потерять сирижские дворники. Ну, то есть, что, насколько здесь вот нет ли каких-то сложностей, что из-за отсутствия рабочих рук у нас могут быть нечищенные улицы, какие-то проблемы там со скользкими дорогами, где можно подскользнуться, упасть? Будет. Обязательно будет. Обязательно. Это даже не связано, не столько связано с пандемией, хотя она тоже может повлиять, но связано с тем, что нет рабочей силы. То есть, дворников нет. Тот контингент, который, прошу прощения, с советских времен привык работать, это в основном женщины 55-65 65-60 плюс глубоко, они постепенно либо уже физически устают и не могут вести эту работу, либо эта зарплата их уже не устраивает, потому что зарплата далеко не адекватна периодическим нагрузкам, которые возникают. Поэтому, скорее всего, будет. Сейчас Веческая дума приняла новые правила по содержанию территории. Я не успел до конца ознакомиться. Сейчас мы можем поговорить, сейчас просто еще один звонок примем. Здравствуйте. Здравствуйте. В еженесячных счетах расходов РНП есть первая строка Апциям Никошинас Макса. Какие работы предусмотрены в этой статье? Ну, там я могу ответить, у вас есть домашняя страничка РНП e-parval.exe.lv, вы там можете зайти и посмотреть, РНП каждый год обставляет свои сметы на следующий год, и в том числе там выгодны за прошлый год, что включает в себя эту сумму по обслуживанию, они там расписывают детально. Если какая-то строчка у вас интересна, вы тогда делаете запросы и спрашиваете РНП, с чего именно эта строчка состоит. Угу. И еще один звонок. Ну, САС. Да. Сейчас. А, ну, сорвался звонок. Да, пожалуйста. Ну, если что, я могу сказать общими словами, открывается закон управления жилыми домами, там четко сказано, какие обязательные действия по управлению жилым домом должны производить управляющие компании. И вот за это вы и платите. За физическое обслуживание, за техническое обслуживание, за финансовое обслуживание, за еврейническое обслуживание, если крупными блогами. За все, кроме, исключительно, кроме ремонта капитального ремонта. Это все включается в слово «абсолютно». Ну, и в случае с РМТ, это постановление Кабинета Министра 408, где прописывается каждая строчка, что они должны включить смету. А продолжая, продолжая про чистку, в этом году будет очень интересно. Да, сейчас просто у нас звонок, просто сейчас мы вернемся к чистке. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Да, доброе. У меня такой вопрос. Нас обслуживает компания «Рига с нами» пару дней. Да, это Юр Малозгатая 109. Вторые сутки у нас нету тепла. Вот. И звонишь туда, у них там типа вот аварийная эта служба, они говорят, бригада скоро будет, бригада скоро будет, бригада скоро будет. Всему дому нету тепла или какой-то лестничной клетки? Всему дому нету тепла. Всему дому нету тепла. Бригада едет вторые сутки. Это вот девочка, которая отнекивается там, все, что вот скоро будет, потерпите. Вот какие вообще наши действия? То есть суд подавать, что нам надо делать? В суд не нужно подавать, нет смысла, это долго. Ну, это и сделаются просто над людьми. Они как раз-эксперимент делают, минусовую погоду. Я не понимаю. Назовите ваш телефон или оставьте, и поймем, как разобраться с этим вопросом. Записывай. А, 24-8-4-22-8-6. 24-8-6. 2-2-8-6. Угу. 8-6. Выясним. Поймем, как решить ваши проблемы. Спасибо большое, да. Вот тогда возвращаясь, действительно, к разговору о дворниках и о уборке снега в этом году, насколько... Ну, вот учитывая, что предупреждают синоптики, что будут обильные снегопады. Мне плюс к тому, что сказал Сергей, мне очень интересно, как будет прочистено центр города, плюс все те места, где установили наши популярные столбики, ограждения, вело, да. То есть, таким образом, сами себя отягощая техническая уборка. Да, потому что раньше их там не было, и технически можно было легко прочистить снег, да, в центре города и в тех местах, где сейчас стоят все эти столбики и бордюр. Так что вот еще одну проблему сами себя создали. Будет интересно наблюдать, как это будет решено. Да, потому что говорят, что будет использоваться вместо дворников техника, которая сможет помочь там сэкономить время и человеческие ресурсы. Но техника же, она не сможет через эти столбики как-то пробраться. Через это проходят сейчас все литовские компании. Они снимают, скажем так, с домов тех дворников, которые там были уже не первый год. Это происходит, и вы можете, можем спросить у радиослушателей тоже, насколько они этим довольны, насколько мы с Сергеем знаем, что недовольство клиентов, жителей домов после того, как сняты конкретные дворники и уборщики с их домов и происходит переход на так называемые бригады, люди становятся недовольны и недовольны. Дело в том, что такие бригады можно развивать, если у тебя есть большой объем локально. Берешь, ну скажем так, несколько квадратных километров и начинаешь их обслуживать с точки зрения угла. Тогда ты можешь задействовать эффективно и технику, и взять нормальных рабочих. А когда начинается создание бригады, я вот наблюдаю не за литовским, я наблюдаю за РНП-бригадой. Три парня с бочкой для воды, в которую там, наверное, они моют домов 15 этой бочкой. И вот один держит метлу, второй салок, третий грамм. И вот они и перемещаются. Какое там качество, какая механизация? Ну, бригада, вместо того, чтобы был один человек, который присматривал за дом. Но проблема будет совершенно точной, потому что в Латвии, если говорить в Риге, то техники наверняка не хватит. Ведь опыт предыдущих лет говорит о том, что та небольшая часть уборочной техники, которая есть, она уже расписана за постоянными клиентами. За, скажем, супермаркетами, за дорогами разного уровня. И поэтому, когда падает снег, то привлечь технику становится практически невозможно. Это можно их привлекать через 2-3-4 дня. За это время образуется приличная горка, которая создает сложности при дальнейшем. Проблема должна быть. Как вещи, не знаю. Сложно. Ну, у нас, Сергей, была давно идея о том, что эта функция по наружной уборке, это должна быть функция города, так как с каждым годом больше и больше, вся квартальная застройка, весь центр Риги, он рассредоточен, и он принадлежит множеству владельцам и управляет этим множеством компаний. И чтобы не было такой шахматной доски, что здесь убрано, здесь не убрано, тогда с точки зрения уборки, тогда действительно есть смысл, что это один убирает. Это убирает, например, город, и город убирает от точки А до точки Б, да, тут до конца весь тротуар, а не так, что вот здесь убрано, здесь не убрано. У нас еще один звонок, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я коротко. В общем, такая проблемка, человека лишили вида на жительство из литовского гражданства, пока не оформляют, ну, то есть персонального кода. Ну, а человек был задекларирован у меня на квартире, то есть сейчас счет приходит уже второй год 6 человек, я вчера залез в очередной раз на сайт, и там 5 человек как бы задекларировано. Звонил нам у Парвалдмекс, те валят на иммиграционную службу, что они должны давать информацию. Иммиграционная служба говорит, что это должен нам у Парвалдмекс сам проверять. Как там вообще по закону, кто там должен отвечать за это? Вы сами. Самый простой путь, тут можно бодаться, кто, когда и за что, но на самом деле нет ничего проще. Вы как собственник квартиры можете бесплатно запросить справку о количестве задекларированных в вашей квартире в департамент иммиграции и эту справку в письменном виде подать в Игосному Парвалу. Они должны будут ее взять. Все. То есть это надо через справку только, а так и никак нельзя там, чтобы отдаленно... Нет, как-то так не получится, потому что Игосному Парвалдмекс имеет право, но если не ошибаюсь, сразу в году бесплатно запросить информацию о том, сколько задекларировано в квартирах. Все остальное изменение должно идти за счет собственника. Вы видите, что у вас не сайт. Ну да. Ну просто они там отдали такую информацию на консультационном телефоне, что им каждый месяц иммиграционная служба предоставляет информацию. И по этой информации они делают счет. Так вы проверите, сколько задекларировано по факту? Пять по факту. Так вы можете проаннулировать. А как вы знаете? Алло. Да-да, как вы понимаете, что пять? Ну я залез в Латвию и есть такой сайт, где показано, сколько на этот факт задекларировано у меня на адресе людей. Анунировать, может быть, так же. Манцы пошел. Манцы пошел. Пять человек тогда. Ну смотрите, запросите справку. То есть вы вам уже сказали, запросите официальную справку, и тогда с этой справкой уже идите... Леграционная служба не должна никого ни о чем упоминуть. Без запроса она автоматом никому ничего не рассылает. Я, потому что справка, и тогда надо подавать ее нам порвать. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас сразу следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже звонок касается людей, которые должны быть зарегистрированы по месту жительства. Руководство нашего кооператива знает, что люди снимают жилье без договора об аренде, без регистрации по месту жительства. Мы об этом им говорим в течение многих лет. И все равно, значит, вывоз мусора раскидывается только на собственников жилье. А арендаторы, они как раз большими семьями у нас живут. В подъезде их довольно много. Ничего сделать не можем. Куда обращаться? Правильно. В кабинетах министра 524-й, где установлено, как распределяется плата за мусор. Может распределяться. В том числе там предусмотрено, что можно распределять ее, исходя из фактического числа живущих. Только в этом случае, если вы приняли этот поведок, подтверждается на общем собрании дома. Только там требуется, чтобы одновременно с принятием этого метода расчета, дом сам установил, каким образом и кто подсчитывает фактическое количество живущих. Потому что, когда вы говорите, что кооператив знает, что значит «знает». Я много чего могу знать и про кого-то лично и так далее. Но это не означает, что у меня есть юридические доказательства, что этот человек сдает противо в аренду без регистрации в виде. Он может быть гостит. Юридически он скажет так. Я приехал к Ивану Ивановичу погостить. В латвийском законодательстве не сказано, сколько ты можешь гостить. А хоть 10. И так далее. Поэтому здесь подвязывать кооператив я не считаю совершенно правильным. Да и методов борьбы-то кооператива никаких нет. Если вы хотите с фактического количества живущих, вы должны определиться, кто и как будет считать. Это должно быть единое правило для всех. Считайте и распределяйте. Проблем нет. Но это в основном ляжет на вас же. Это никто другой не будет делать. Вот кооператив будет считать так. Вот вы скажете в нашем доме в этот день, в этот день, на 10. Извините, просто фонит очень сильно. Вы могли бы прикрутить радиоприемник? Вы будете слышать в телефоне, если вы хотите продолжить разговор. Да. Да, пожалуйста, чуть-чуть делайте тише. Тогда мы сможем. Ну, иначе очень плохо слышно. А я уже отключила. Да, извините, Сергей, я просто... Да, пожалуйста. Ну, у меня больше мне добавить нечего. Это вопрос такой. Так считать можно, как технически это осуществить. Я не знаю. Хорошо. В принципе, мне точно так же и объясняют в кооперативе. Потому что гостить, извините, 14 лет гостить, это, по-моему, уже перебор. Ну, понимаете, тогда скажите мне, пожалуйста, вы председатель кооператива. Ваши действия, вы знаете, что там 14 лет гостят. Что вы будете, что вы предлагаете сделать как председатель кооператива? Ну, я бы, наверное, подала заявку в это самое миграционное управление о фактическом количестве зарегистрированных по данным официалов. Один человек, ноль. И дальше. Ответ из миграционного управления ноль зарегистрировано. А потом бы призвала собственников квартир, если они честно сдают свое жилье в аренду, чтобы, по крайней мере, ставить в известность руководство кооператива? Призвали. Они не учли дальше. Ну, а вот дальше так и получается, что у нас полиция на полицию, потому что ведут все эти договоры. Значит, я могу вам сказать, что единственный способ в этом случае, если вы абсолютно уверены, что это так, и что это повлияет на ваши платежи, это тот путь, который я вам сказал. Принять другой порядок распределения счета за мусор. Ром, кстати говоря, голубый. Да, конечно, нам обидно, потому что плата за мусор у нас достигала 2,89 человека, а их там 6 человек живет, а платит только одно прописанное лицо. Нам было тоже это обидно. Так подождите. Ну, пожалуйста, принимайте. Это ваша компетенция принять другой порядок. Здесь вам никто не в связи, извне не поможет. Только внутри. То есть это общее собрание? Общее собрание? Да, общее собрание. Спасибо. Ну да, спасибо, да. А действительно, вот эта ситуация, когда долгое время гостят, ну вот, и понимают жильцы дома, что здесь не все в порядке, куда обращаются? Ну, то есть вот мы видим... Понимаете, у меня вопрос другой. Такое жильцы дома по умолчанию приняли порядок о том, что платить количество декларировано. Это тоже не лучший порядок. Потому что есть семьи, допустим, где задекларировано 15 человек, из них 11 уехало, или 16 уехало на заработки за границу. Просто люди декларируются, чтобы было место декларации. Их фактически нет. Поэтому в этом вопросе нет идеального вида церкви, как это сделать. Но на самом деле я считаю, что самое правильное – это распределять вывоз мусора с площади. У тебя такая площадь, на тебе лежит такая доля ответственности за свое имущество. Это единственный, по-моему, такой принцип, который будет без особых хлопот на администрирование и наиболее, скажем, без исключений. Без всяких. Потому что как только мы начинаем считать количество декларированных, фактически живущих, и пропорциональное количество квартир, то сразу начинаются нюансы, с которыми тут же идут и на талант. А если ты обладаешь площадью 60 квадратных метров, ну и платишь, соответственно, немного больше, чем все остальные. Ну не по карману, но меняй площадь. То есть получается, что все равно это количество живущих может меняться, сегодня такое, завтра другое, и справедливость… Ну конечно, конечно. И второе, что я могу сказать вам, на самом деле по самой сути, согласно всей регулирующей базе, обязанность собственника квартиры обеспечить вывоз мусора. Это не обязанность какого-то там живущего третьего или пятого лица, который там зарегистрирован, это обязанность собственника квартиры. Значит, нужно исходить из того, что это твоя обязанность. То есть мы же не возмущаемся, что за ремонт мы платим пропорционально площадь, а не, скажем там, по каким-то задекларированием. Поэтому здесь просто нужно смириться с тем, что если у тебя большое имущество, значит, за него будет больше раз. А сама по себе такая немножко спорная действительно ситуация, когда жильцы видят, что в квартиру, где вроде бы там один собственник, заселяются какие-то незнакомые люди и подозревают, что человек сдаёт эту квартиру. Вот здесь вот эти все нюансы, должны ли они как-то… Хотите напакостить этому человеку, который сдаёт квартиру, запросите в виде. Вид очень хорошо интересуется. Зарегистрированы ли на эту квартиру договорами. Но это если вы хотите очень сильно напакостить. Повлиять через это сообщение на распределение платы за мусор вы никак не можете. Ну, скажет вам, вид не зарегистрирован, он накажет того человека. Скажет, что зарегистрировано, ну и что дальше? Ну, зарегистрировано, договорами. Как это влияет на то, что собственники квартир в своё время приняли решение о том, чтобы платить пропорциональное число за декларирование. Ведь у нас, видимо, неправильное понимание у многих, что такое декларация. Это просто информация лица официально проживающего на территории Латвии, гражданина, негражданина, с видом на жительство и так далее, о том почтовом адресе, по которому государство может с ним связаться в течение семи дней. Всё, точка. Никаких правовых последствий декларация сама по себе не несёт. То есть я просто сообщаю, я привожу сюда пример. Если мне принадлежит участок леса, и этот лес имеет кадастровый номер, то я могу повесить на какой-нибудь сосне почтовый ящик и указать это в качестве местной декларации. И всё будет нормально. Государство будет знать, что нужно посылать по этому почтовому. Вот и всё. Никаких прав это не даёт? Это не прав, не обязанности других. Просто-напросто это очень важно для того, чтобы потом, если начинаются суды, юридические разбирательства, та же информация от вида должна поступить гражданину, тогда она обязательно должна быть выслана по официальному месту регистрации. Тогда считается, что человек уведомлён о том, что там какое-то дело есть или ещё что-то. Но это не даёт права не менять квартиру, ничего. Ну что же, я смотрю, время у нас действительно завершается нашей программы. Спасибо огромное всем тем, кто звонил. К сожалению, сегодня никто не писал. Я напоминаю, что просто можно заранее тоже написать вопросы, всё, что вас волнует, интересует, на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И если вы напишите, мы обязательно вот этот вопрос озвучим в эфире. Сергей Сидорко и Айвер Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Программа «Добро пожаловаться». Спасибо большое. До встречи в следующий понедельник. До свидания. На одной волне с городом. Продолжение следует...